Приветствуем, друзья, на библейском портале «Экзегет» Ответы на ваши вопросы Все меньше психического здоровья у человечества Об этом статистические данные свидетельствуют по всему миру Но не является исключением и наше Отечество Потому законный вопрос Что будет с душой крещеного человека, если он при жизни был одержимым? Правда, одержимость или душевная болезнь бывают разного происхождения Одержимость мы называем Богом попущенной Овладение личностью человека бесовскими силами Это проявляется прежде всего в отчуждении от святыни Одержимый человек не терпит приближения святыни Святых мощей, икон, святой воды, священника Его основные протесты, богохульства Изрыгаемые из какой-то глубинной утробы Как кажется не самого человека, а как бы из глубины ада Неприсущим человеку самому голосом Иногда скотскими голосами, иногда рычаниями какими-то Иногда безрассудными, бессвязными глаголами Иногда богохульными и матерными Все это отражает страшное состояние духовной зависимости Души от падших духов, от духов тьмы Имеется и некоторая другая область болезней Которая связана с повреждением души Ограничением умственных способностей Существенным отчуждением человеческого сознания От реальности с ним происходящей Раздвоение сознания, шизофрения Когда человек просто путается в том, кто он и где он И себя устойчиво считает за кого-то другого Не имея здравомыслия трезвого о себе Понятия или всегда увлечен патологически и необратимо Какой-то страстью, манией, преследованием Или каких-то страхований Или неприязни к ближним Вся эта область душевных болезней Делает человека как бы неадекватным Вопрос в том, как он будет судим Богом Если у него пропадает главный существенный признак Атрибут человеческой природы Свободная воля Так и говорит Владимир Николаевич Лоский Что высшее создание Которое Бог сотворил на земле Это создание иной свободной воли Столь подлинно свободной Что она имеет право отречься даже от собственного своего создателя И это есть свидетельство и характеристика совершенства нашего Творца Не что-либо прекрасное из видимого мира А создание иной свободной воли Этого личностного достоинства Носителями которого каждый из нас является Но до тех пор, пока эта свободная воля в нем жива Действует Не вменяются детям их Какие-то ошибки в поведении По причине того, что не спросишь с них Рассудительности Которого у них еще нет по причине малолетства Но человека, находящийся уже в возрасте Собственной ответственности Из-за слова, из-за поступки Если не имеет этой свободы Драстного выбора Если воля его повреждена или отнята То каким образом может он быть судим И действительно, святитель Иоанн Златоуст возглашает Нет греха непроизвольного К области греха относятся только то К чему прилежала неисправная, недобрая воля человека Это злоупотребление своей свободной волей А если нет воли И человек не вполне человек А лишенный этого драстного выбора По причине душевной поврежденности Или одержимости, как вы пишете Святитель Феофан так говорит об этом парадоксе Так разрешает это недоумение Идиоты, говорит он Это они для нас идиоты А не для себя и не для Бога Своим путем, неведомым для нас Душа их, все же таки созданная По образу и подобию Божию Душа их своим путем восходит к нему И очень может быть, что некоторые умники Окажутся несравненно ниже В той вечности, которой всем нам предстоит Чем те, кто ныне слывут безрассудными В связи с тем, что каким-то таинственным путем Их душа была к нему устремлена И будет, значит, им и с любовью И утешением принято Потому будем различать Обеснования от психических болезней Потому будем относиться к подобным людям Как безрассудным младенцам И они нуждаются в Божьей благодати Не всегда проявляя это Своими внешними чувствами Жестами, словами Нуждаются душевнобольные В причащении святых христовых тайн Если только с их стороны нет угрозы Какого-то святотатства По их безрассудству Бывали случаи, что они Исторгали из себя уже принятую святыню И это допустить, конечно, никаким образом не должно Хотя и в этом случае есть формы приобщения Таких рискованных душевнобольных Достаточно священнику лжицей Ну, как правило, своей маленькой дароносице Лжицей прикоснуться к смоченному кровью христовой Агнцу И потом этой лжицей прикоснуться к языку Того, кого мы намерены причастить И таким образом причастие совершается Ибо не всегда можно рисковать частицей тела и крови Господней Волагая ее в уста человека безрассудного Способного на попрание святыни Не ведая, что творит Поэтому здесь достаточная мера Даже не капелькой А только приложив лжицу Она уже будет непременно Микроскопически смочена кровью христовой Если мы приложим ее Это речь к священнику, конечно К смоченному кровью тела христовой И потом этой лжицей Прикасаясь к кустам, к языку Причащаемого Мы исполняем таинство В отношении его И он Вступает в это таинственное Для нас непостижимое Но где-то в глубины души Неведомо Возможное Для него Богообщение И таким образом Также Идет своим путем К Богу всячески Так что Вечная участь Человека Крещеного Но безрассудного Одержимого Или душевнобольного Никаким образом Не в нашей компетенции Определять Наше дело Все сделать Для того Чтобы он По чину младенческому Мог быть и крещен И причащен И далее уже Милости Божьей Вверить эту душу И молиться О ее вечном упокоении Долг православного Христианина С упованием на то Что у Бога Все живы И те С кем Мы не можем найти Общий язык Или Препятствием Умолешения Нарушается Наше с ним Коммуникация Коммуникация Творения Со своим Создателем Остается актуальным И Бог знает Как упокоить Всяческого Если есть К тому Хоть какой Малый повод Со стороны человека Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись Этим видео Субтитры создавал DimaTorzok